В Центральном парке Люберец прошел муниципальный смотр строя и песни среди обучающихся, посещающих школьные лагеря. На протяжении нескольких недель участники готовились к выступлению. Такие мероприятия среди детей направлены на военно-патриотическое воспитание. Подробнее расскажет наш корреспондент. Ребят, что хочу для вас сказать. Важно, чтобы вы понимали, что занятия по строевой подготовке с вами проводятся не просто так. Как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов, статен в строю, силен в бою. Соответственно, если вы будете четко, слаженно, организованно действовать в составе отряда, то вы также и в дальнейшем сможете действовать в коллективе, выполнять какие-то общие задачи. Смотр строя и песни в Люберцах состоялся уже в восьмой раз. Традиционно он посвящен Дню памяти и скорби 22 июня, когда 83 года назад началась Великая Отечественная война. Свои выступления показывали 19 отрядов из школ городского округа. Маргарита Мехтиева – командир отряда солдаты. Ее команда представляла 44-ю гимназию. Мы готовились очень долго, усердно. Мы готовились где-то две недели. Это было очень сложно, но мы смогли. У нас 10 человек в отряде, а я как капитан 11-й. Было очень волнительно, но после того, как мы выступили, у меня все отлегло, потому что я поняла, что мы очень хорошо выступили. Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ судья, отряд! Правые солдаты! Наш девиз! Будем мы на страже! Родина стоять! К смотре строя песни готов! Четкое, безошибочное и одновременное выполнение всеми участниками строевых упражнений и качественное исполнение патриотической песни. По таким критериям судьи оценивали выступающие отряды со всей строгостью. В смотре строя и песни принимали участие дети в возрасте от 9 до 14 лет. Такие мероприятия направлены не только на военно-патриотическое воспитание, но и на умение работать в команде. Во-первых, сплачивает детей непосредственно в тех лагерях, которые организованы при школах и учебных заведениях. Сплачивает детей. Дальше ставится общая цель, общие интересы, большая патриотическая направленность, потому что все-таки 22-го числа – День памяти. И, конечно, под эту тему все это мотивируется, преподносится. Какие-то исторические моменты берутся доводиться за детей. Поэтому просто это расширение кругозора. Максимальное количество баллов, которые может набрать выступающий отряд – 12 награждений победителей и призеров муниципального смотра. Строе и песни состоится 27 июня. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.